Да ладно, не жмотьтесь. Из разных уголков России на этой неделе начали сыпаться предложения от властей о пожертвованиях бойцам спецоперации вездеходной техники. Речь, конечно, идет о джипах, нивах и квадроциклах. Ну, типа, если у вас случайно завалялось, то не пропадать же добру. Где и куда можно отнести свое имущество, расскажу прямо сейчас. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Первыми о нуждах армии заговорили в Костроме еще в середине марта. Местный народный фронт попросил у состоятельных жителей скинуться на вездеходную технику. Кстати, речь о подержанных авто тогда не шла. После, подумав, а че так тоже можно было, в транспортный флешмоб вступили и другие регионы. Так, например, бурятский чиновник честно сказанул, что на новые внедорожники в бюджете денег нет. Ну и типа, почему бы населению не посмотреть в своих гаражах случайно лишние машины. Вот только мужик, по-моему, перепутал адресатов. По мне, так если у семьи и есть лишний автомобиль, то это либо москвич 412, который не продается уже 20 лет, либо семья живет в Эмиратах. И да, кроме Бугатти, Мазерати и Каенов, по-любому имеют еще и ненужный Астон Мартин. Но ни те, ни другие помочь Министерству обороны не смогут. Хотя бы потому, что у первых москвич не заводится, а у вторых нет ненужного внедорожника. Но оказалось, что бурят имел в виду третью категорию граждан, на чью помощь реально и надеется. Можно отправить туда подержанную машину. Я просто обращаюсь к вам. По республике уже есть такие случаи, когда население, ну это будем так говорить, население преклонного возраста, дедушка, был такой, да, он есть, пришел и отдал свой автомобиль в него. Скажем, кто-то мне нужен? Я уже не езжу, там раз в год, раз в два месяца выезжаю. Заберите, отдайте его ребятам. В такие случаи есть. Да-да-да-да, наши пенсионеры ведь они настолько сердобольны, что вместо того, чтобы продать Ниву и купить себе путевку к морю, они просто раздают свое имущество направо и налево. Честно говоря, я не знаю, имела ли место быть та ситуация, о которой говорит бурятский чиновник, но судя по полифонии, раздающейся из зала, даже телефоны у многих сидящих до сих пор черно-белые и кнопочные. Но Ниву на фронт отдай. Позже тем же самым занялся и Народный фронт Хакасии. В Хакасии пока дела идут туго, желающих нет, а вот в соседней Тыве уже готовы к отправке порядка 20 машин. Народ очень теплочен и даже вот такая реакция на акцию автопоезда, акцию Народного фронта, это еще раз доказывает. Впрочем, поучаствовать в автопоезде действительно решились многие. Некоторые, как например пенсионеры из Горно-Алтайска, отдавали свои личные автомобили. Кто-то, как например в Мурманской области, жертвовали машинами, принадлежащими коммунально-энергетическим объектам. Единственное, что почему-то никого в этой ситуации не смутил тот факт, что фронту вообще-то помогают наиболее уязвимые слои населения. И среди них ни одного излюбленного депутатами и чиновниками крузака. Ни одного даже квадроцикла, ведь могли бы и скинуться, ну ради пиара там или хайпа. Ну нет. То ли примировать военных не за что, то ли чиновникам и депутатам реально фиолетово, что там происходит в параллельной реальности. У них там Дубай, Гольф и открытие новых отелей. И это, конечно, для них важнее. А нет, еще немаловажным является псевдозабота о гражданах. На этой неделе, наслушавшись на путстве Медведева, депутат Красноярского ЗАГС Собрания по имени Елена Пензина, кстати, свою фамилию она пишет исключительно через Z, предложила обходной путь введенных санкций на иностранные сериалы и фильмы. Заглавием, раз уж Дмитрий Анатольевич разрешил, Пензина выложила в Телеграм подробный алгоритм действий, как смотреть любые фильмы бесплатно и игнорируя санкции. Но вот незадача сделать это Пензина решила на примере площадки Кинопоиска, который вообще-то принадлежит Яндексу. А Яндекс это российская компания. Вы понимаете абсурд сложившейся ситуации, когда хотели обмануть врага, но вышли на самих себя. Теперь Кинопоиск собирается обратиться в прокуратуру, о чем и сообщил пиратской королеве. Но депутат Ша оказалась не из робкого десятка и пригрозила Кинопоиску проверкой на тему, кому ресурсы отправляют деньги за авторство фильмов. Короче говоря, назревает нехилый такой конфликт, а потому запасаемся попкорном и внимательно следим за происходящим. А между тем, страна, поставленная на военные рельсы, неожиданно, но случайно начала забывать о тех, кто эти рельсы обслуживает. В частности, под раздачу попали водители скорой помощи города Чебоксары. На этой неделе они обратились к контролирующим органам за помощью в организации обслуживания медицинских автомобилей. Наш автопарк, первое, состоит из многочисленнейших прекрасных автомобилей, которые прекрасно справляются со своей задачей, а именно спасения наших уважаемых граждан. Но, к сожалению, автомобильной скорой помощи уже самим нужна помощь, поскольку машина не получает должного обслуживания из-за долгов нашей организации, из-за нехватки запчастей и комплектующей, и уже из-за того, что с нашей организацией практически никто не хочет работать по причине своевременной оплаты, ну и так далее. Но нашему руководству нет до этого дела, в результате чего большая часть автопарка стоит, остальные работают на линии с дефектами. Следственный комитет, естественно, тут же пообещал провести проверку. Но кто будет наказан? Ведь любая больница – это государственная структура. И то, на что жалуются водители скорой помощи, тоже ответственность государства. Ну или, в частности, Минздрава. Кстати, помимо нужды в техобслуживании, ребята озвучили и еще одну проблему – снижение заработной платы при той же постоянной занятости. В подтверждении своих слов они предоставили общественности и свои расчетные листы. Но вот что лично меня настораживает во всей этой ситуации, так это не придет ли завтра к организатору мероприятия, очередной сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом? И не заставит ли давать показания, как это произошло с жительницей Водкинска? Вам надо будет с нами проверка для дачи показаний. Насчет чего? Насчет чего? Да. А то, чтобы обещание сняли и вывезли. И что? Ну, как бы по этому поводу... По этому поводу нужно явиться и дать показания? Да, да, да. Кто это вам такое сказал? Кто это такое сказал? Почему кто-то это должен сказать? По какому закону? Что вы должны показания дать? Да, опирайтесь на закон. Нет, ну давайте как бы опирировать тем, что уже объявились к народу и, так сказать, проведение. Не я обратилась, и улица Ставхозная. Ну вот надо же... Никитина. Мы же должны откуда-то... Ну давайте мы соберем, всех этих людей соберем, кто участвовал. Оказалось, что ранее Нина Кривощокова совместно с другими жителями района записала президенту России обращение с просьбой отремонтировать дорогу, которую жители города не могут найти в последние 35 лет. И все это время местная администрация только что-то обещала, но никогда не делала. И вот, наконец, горожане были услышаны, правда, не президентом, а сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. Теперь неравнодушных жителей ждет в лучшем случае административное наказание, а вот новая дорога не ждет. Потому как, ну, во-первых, администрация заявила, что сначала на этом участке нужно провести коммунальные работы, а уж затем заниматься строительством. А во-вторых, об этом администрация умолчала, кривые дороги – это безопасность города. Ну, сами посудите, там, где в яму можно провалиться по пояс, провалится и любой вражеский танк. Так что спите, жители Воткинска, спокойно. Все, что не делается, делается исключительно для вашего блага. И да, не благодарите, ведь Россия – щедрая душа. Но предложение не является публичной офертой и не распространяется на территории страны. На территории той страны, которая еще год назад выполнила основные задачи спецоперации. На этой неделе к нам в редакцию поступил скрин новости годичной давности, где 29 марта 2022 года министр обороны Шойгу заявил, что задачи СВО выполнены и боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен. Что тогда, задает нам вопрос зритель, сейчас происходит в стороне Украины. Я не поленилась и нашла ту заметку. Действительно, Шойгу и правда сообщил россиянам, что задачи первого этапа выполнены. Правда, в чем они заключались, Кужегетович не пояснил. А их, я напомню, было такое великое множество, что теперь даже постоянно следивший за новостями растеряется в догадках. Началось все вроде бы с деноцификации, а в итоге через месяц все, по логике вещей, должно было закончиться. Но мы не освободили Донбасс, а именно на этом и настаивал министр обороны. Кстати, после разговора Ахмедова и мужа Валерии Пригожиной, где они обсуждают, кто и куда собирается слеть Шойгу, я почему-то не могу смотреть на этого героя с подобающим для этого серьезным лицом. Ведь за него уже все решено, а он продолжает раздавать прогнозы и надеется на освобождение Донбасса. Кстати, если у вас есть мысли на тему, что же сейчас творится на территории Украины, но если, по словам Шойгу, задачи СВО выполнены, то пишите об этом в комментариях. Возможно, так родится истина. А заодно пообщаемся и познакомимся друг с другом. Ну и на этом, друзья, у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.